К другим событиям. Депутаты внесли в Государственную Думу законопроекта об отмене единого государственного экзамена в России. Документ предполагает вынести изменение в федеральный закон об образовании в Российской Федерации. ЕГЭ парламентарии хотят заменить проведением государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного, общего и среднего общего образования. А пока закон не вступил в силу, российские школьники сдают ЕГЭ по дополнительным предметам. Подробности в сюжете Анастасии Новичковой. Продолжается сдача единого государственного экзамена. Сегодня в школе номер 50 43 тверских выпускника сдают ЕГЭ по информатике. Его знание открывает большие возможности в выборе не только образования, но и перспективной высокооплачиваемой профессии. Информатика — это наука о методах и процессах сбора, хранения, обработке, передаче, анализа и оценке информации с применением компьютерных технологий. И в эру цифровизации владение этой наукой открывает для молодых людей большие возможности. Александр Чайников выбрал одним из дополнительных предметов информатику неспроста. Хочет связать свою жизнь с IT-технологиями. Александр считает эту сферу очень перспективной и на данный момент его привлекает направление программирования. Процесс подготовки был основательным. Сначала я готовился еще в 10 классе. Начал с самых простых номеров, теорию повторял. И в 11 классе уже подошел к тому, что знал всю теорию по предмету конкретной информатики. И в принципе уже нарабатывал с преподавателем по заданиям самые сложные старались решать. И побольше вариантов, побольше практики. Ну и вот в принципе пришел готовым. Галина Бондарчук готовилась к экзаменам самостоятельно. Решала варианты в школе с преподавателями, изучала онлайн-курсы и прикладывала все усилия, чтобы добиться хорошего результата. Для поступления выбрала направление реклама и связи с общественностью. С рекламой, потому что интересная сфера, всегда будет востребована. Я уже сдала русский, сдала общество знания, сдала базовую математику. И вот сейчас информатика, последний предмет. После сдачи основных предметов ребята практически не волнуются. Наоборот, стараются сосредоточиться на заданиях и показать достойный результат. И это правильно. Как отметил губернатор Тверской области Игорь Руденя, наше будущее в руках молодых специалистов. От ваших знаний и умений, вашего труда зависит благополучие Родины, Верхневолжья и ваших родных и близких людей. Пусть школьные годы навсегда останутся в вашей памяти добрыми и светлыми. Помните, что вы – часть большой великой страны. Вы – будущее нашего Отечества. Последние три года ЕГЭ по информатике проводится в компьютерной форме. В этом году задание номер 13 теперь относится к блоку «Информация и ее кодирование», так как направлено на умение использовать маску под сети при адресации в соответствии с протоколом IP. Также 7 июня школьники сдают иностранные языки, экзаменационная работа которых по-прежнему состоит из двух частей – устной и письменной. Сегодня на территории Тверской области организована сдача единого государственного экзамена по информатике и иностранным языкам, устная часть. Информатику сдают 610 человек, английский язык – 448 человек, немецкий и французский языки – по одному человеку. Задействована работа 42 пунктов проведения экзаменов. Все пункты оснащены необходимым оборудованием для проведения государственной итоговой аттестации.